Здравствуйте! Сегодня на лекции аудирования мы потренируемся в выборе правильной темы к тексту. Также мы с вами определим по ключевым словам правильный ответ к тексту. На лекции чтения мы с вами попробуем составить предложение в таком порядке, что получился текст. И также будем дополнять тексты предложениями. 다음을 듣고, 물음에 답하십시오. 요즘 집안에 실내 정원을 만들고 싶어하는 분들 많으시죠? 하지만, 꽃을 심고 정원을 가꾸는 게 보통 일은 아닙니다. 이럴 때 도움을 받을 수 있는 책이 한 권 있는데요. 이 책에는 꽃을 키우는 방법들이 사진과 함께 있어 배우기가 아주 쉽습니다. 또, 봄, 여름, 가을, 겨울에 키울 수 있는 꽃의 종류도 알 수 있고요. 요즘, в последнее время, 집안에 дома сильный 정원을 만들고 싶어하는 분들. люди, которые хотят сделать сад внутри дома. 많으시죠? много. получается, в последнее время много же людей, которые хотят сделать внутри дома сад. 하지만, но 꽃을 심고 садить цветы 정원을 가꾸는 게 и культивировать сад 보통 일은 아닙니다. тогда, это сложно. 이럴 때, в таких случаях, 도움을 받을 수 있는 책이, есть книжка, которая может помочь 한 권인인데요. получается, в таких случаях есть одна книга, которая может помочь. 이 책에는, в этой книге, 꽃을 키우는 방법들이, способы выращивания цветов, 사진과 함께 있어, так как вместе с фотографиями, 배우기가 아주 쉽습니다. очень легко научиться. получается, в этой книге, так как способы выращивания цветов вместе с фотографиями, то очень легко научиться. то, также, 봄, 여름, 가을, 겨울에, весной, летом, осенью, зимой, 기울 수 있는, те, которые можно вырастить, косы, 종류도, 알 수 있고요, можно знать разновидности цветов. Давайте немножко порядок слов поменяем, и у нас получится предложение. также, в этой книге, или в ней, есть разновидности цветов, которые можно выращивать весной, летом, осенью и зимой. потом, 이른, они, мне, да. если переводить дословно на русский язык, то получается необычная работа. но на самом деле переводится как очень сложно. потом, 이리, они, я, это очень сложно. косыль 심ненда, садить цветы, косыль кьюда, выращивать цветы, сильны, это будет внутри дома, или можно перевести, если это цветок, то как комнатный. силы, на улице. ищип ован. теперь давайте посмотрим на задание. Итак, о чем же этот текст? Даны четыре варианта ответов. Номер один. 감사, благодарность. Номер два. путак, просьба. Номер три. 신청, заявка. И номер четыре. соге, представление. Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте сначала выделим ключевые слова в тексте. Итак, ключевые слова будут. Много людей, которые хотят сделать сад внутри дома. 꽃을 심고 정원을 коку는 보통 일이 아닙니다. Садить цветы и культивировать сад, это сложно. дом을 받을 수 있는 책. Есть книжка, которая может помочь. 꽃을 키우는 방법. В этой книге есть способы выращивания цветов. И 사진. Там есть фотографии. Поэтому 배우기가 쉽습니다. Легко научиться. Что же еще есть в этой книжке? В этой книге есть 봄, 여름, 가을, ке울. Кося 종류 알 수 있고요. Можно узнать о разновидности цветов, каких, которые можно выращивать весной, летом, осенью или зимой. Итак, о чем же этот текст? Этот текст нам представляет книгу. И у нас как раз есть ответ. 정답. Это номер четыре. соге, представление. Давайте посмотрим на следующее задание. В следующем задании нам даны четыре варианта ответов. Нужно найти тот, который подходит по смыслу к тексту. Номер один. сильный 정원은 как 구기가 어렵지 않아요. Культивировать сад внутри дома это несложно. На самом деле это не так. В тексте было сказано, что это сложно. Номер два. Это так и есть. В тексте была представлена книга, которая помогала развести сад дома. Давайте посмотрим на номер три и четыре. Номер три. Можно узнать о разновидностях садов. То есть из этой книги можно узнать о разновидностях садов. Это не так. Из этой книги можно было узнать о разновидности цветов. Номер четыре. Козы киуным 방법ам че-гурю 배우기가 힘듭니다. Методу выращивания цветов сложно научиться по книге. Это тоже не так, потому что эта книга была с фотографиями и по ней легко научиться. 정답. Правильный ответ номер два. И че гэн сильный 정원을 만들 때 도умит им니다. 다음을 듣고 물음에 답하십시오. 선생님 안녕하세요. 다음 주부터 방학이라 인사드리러 왔어요. 어, 어서 와요. 이번 방학에는 뭐 할 거예요? 방학을 좀 특별하게 보내고 싶어서 자전거 여행을 해보려고요. 음, 자전거 여행 좋죠. 힘들기는 하겠지만 좋은 경험이 될 거예요. 네. 그리고 기타도 한 번 배워보려고 해요. 새로운 걸 배워보는 것도 좋겠네요. давайте для начала переведем диалог на русский язык. 선생님, 안녕하세요. Здравствуйте. И учитель мы не переводим, так как это обращение. 다음 주 부터 на следующей неделе 방학이라 인사드리러 왔어요. Я пришла поздоровиться, так как со следующей недели начинаются каникулы. О, 어서 와요. О, проходите, пожалуйста. 이번 방학에는 뭐 할 거예요? чем вы будете заниматься на эти каникулы? 방학을 좀 특별하게 보내고 싶어서, так как я хочу особенно провести каникулы, 자전거 여행을 해보려고요. Я собираюсь путешествие на велосипеде. 음, 자전거 여행 좋죠? Хм, путешествие на велосипеде это хорошо. 힘들기는 하겠지만 будет конечно трудно, 좋은 경험이 될 거예요. Но это путешествие станет хорошим опытом. 네, 그리고 기타도 да, и еще на гитаре тоже 한 번 пеопу 려гу 헤о собираюсь научиться играть. Получается да, и еще я собираюсь научиться играть на гитаре. Давайте посмотрим для начала на грамматику и на лексику. Итак, помните в тексте было сказано пеопу да, пеопу 려гу 헤о я собираюсь что-то научиться делать. О пуда означает пытаться, пытаться что-то делать, то есть употребляется с глаголом. Например, сёпайо попытаться написать. Или также можно обратиться к человеку и сказать его сёпайо, то есть вы это попытаетесь написать. Хепуда пытаться что-то делать. Из лексики здесь хорошие слова это инцатырида означает здороваться с кем-то то есть кому-то вы пришли чтобы специально поздороваться. Пангхак каникулы гитары пеуда учиться играть на гитаре. Заметьте здесь нету слова играть здесь есть просто гитара пеуда учиться учиться гитаре но по-русски мы переводим как учиться играть на гитаре. То есть какое-то что-то новое делали какие-то новые вещи что-то новое может быть вы хотите научиться делать то есть вы можете сказать а можете сказать Итак задание нужно ответить на вопрос о чем говорится в диалоге давайте посмотрим на 4 примера номер один как вы помните девушка говорила о том чем она хочет заняться на каникулах и это как раз есть наш ответ на этот вопрос это будет номер один теперь давайте ответим на следующее задание нужно выбрать один из примеров который подходит по смыслу к тексту Итак номер один девушка в эти дни учится играть на гитаре это не так потому что девушка только собирается учиться на гитаре номер номер девушка на каникулах собирается в путешествие да это так она собирается велосипедное путешествие но давайте посмотрим на два других варианта номер 3 девушка не хочет в путешествие на велосипеде так как оно трудное это не так девушка наоборот планирует путешествие на велосипеде номер 4 девушка на следующей неделе пойдет к учителю это тоже не так девушка сейчас пришла к учителю и разговаривает о каникулах получается что мы нашли с вами верный ответ это номер два 여자는 방학 여행 을 할 기획 입니다 девушка нан каникул окс берай за путешествие 다음 을 듣고 물음에 답하십시오 아이 통장을 하나 만들려고 하는데요 아 어린이 통장 요? 요즘 입학 되라 많이들 만드시네요 네 우리 아이도 자기 통장을 갖고 싶어 해서 선물 하려고요 좋은 생각 이세요 자기 통장이 생기면 돈을 모으는 즐거움을 느낄 수 있을 거예요 참 아이 도장은 가져오셨죠? 도장이 필요해요? 안 가져왔는데 그냥 내일 다시 와야겠네요 그럼 내일 아이도 데리고 오세요 은행에 와서 직접 통장을 만들면 더 좋아할 거예요 Давайте для начала переведем диалог на русский язык 아이 통장 을 하나 만들려고 하는데요 я собираюсь открыть банковскую книжку для ребенка 아 어린이 통장 이요 아 детскую банковскую книжку 요즘 в эти дни 입 박테라 많이들 만드시네요 в эти дни начала учебного года и многие открывают банковскую книжку 네 да 우리 아이도 мой ребенок тоже 자기 통장을 갖고 싶어서 так как захотел или захотела свою банковскую книжку 선물 하려 고요 и я собираюсь сделать такой подарок 좋은 생각 이세요 хорошая идея 자기 통장이 생기면 если появится своя банковская книжка 돈을 모으는 즐거움을 느낄 수 있을 거예요 можно почувствовать радость от накопления денег 참 아이 도장은 가져오셨죠 아 да вы принесли печать ребенка 도장이 필요해요 нужна печать 안 가져왔는데 я ее не принесла 그냥 내일 다시 와 야 겠네요 придется завтра опять прийти 그럼 тогда 내일 아이 데리고 오세요 тогда завтра приводите также и ребенка 은행 와서 직접 통장을 만들면 더 좋아할 것 같아요 ему понравится самой или самому открыть банковскую книжку если он придет сам в банк прежде чем перейти к заданию давайте посмотрим для начала на ключевые слова итак ключевые слова аи 동장 만들 собираюсь сделать книжку для ребенка и затем отвечает и пак те это начало учебного года 만들 си не то есть начало учебного года и люди делают что делают книжки так как мой ребенок захотел банковскую книжку и если будет банковская книжка то что хорошо то есть можно будет почувствовать радость от накопления денег но затем спрашивает женщина печать я не принесла завтра придется опять прийти и на это отвечает банковский работник завтра приводите с собой ребенка а теперь давайте посмотрим на грамматику и на лексику которая встретилась в тексте итак означает что если то скорее всего понравится также это употребляется при выражении своего мнения например кейк если вы купите торт скорее всему ему или ей это понравится лексика в этом диалоге была такая банковская книжка означает делать но по-русски мы переводим как открыть банковскую книжку печать и также есть слово начало учебного года и конец учебного года или выпускной будет чороб теперь давайте перейдем к заданию итак почему женщина хочет сделать банковскую книжку для своего ребенка даны четыре вариантов ответов номер один ай ай га дун эль мо го го 싶 асо так как ребенок хочет накопить деньги номер два ай га тон эль мани mistake го из ай эль хочет свою банковскую книжку. Мы слышали из диалога, что ребенок хотел себе сделать банковскую книжку. 정답, поэтому правильный ответ номер 4. 아이가 자기 동작을 갖고 싶어서. В этом задании нужно выбрать правильный ответ, который совпадает по смыслу с диалогом. Даны четыре варианта. Номер 1. 여자는 지금 두 장을 가지고 있습니다. У женщины сейчас есть печать. Но это неправильный ответ, потому что она как раз печать с собой не взяла. Номер 2. 여자는 내일 은행에 다시 오려고 합니다. Женщина завтра собирается опять прийти в банк. Это верный ответ, потому что на самом деле она сказала, что придет завтра в банк. Но давайте посмотрим на третий и четвертый вариант ответов. Номер 3. 여자는 아이에게 입학 суммы를 줬습니다. Женщина сделала подарок в связи с началом учебного года ребенку. И номер 4. 여자는 오늘 어린이 돈장을 만들었습니다. Женщина сегодня открыла детскую банковскую книжку. 정답. Как вы догадались, правильный ответ номер 2. 여자는 내일 은행에 다시 오려고 합니다. Нам даны 4 предложения, которые нужно поставить в такой порядок, чтобы получился полноценный текст. Давайте сначала мы переведем на русский язык. Итак, на каждые выходные он или она везде ездит или ходит по Сеулу. Чарли это иностранец, живущий в Сеуле. Сейчас мы знаем, что идет от лица он, от мужского лица. Давайте посмотрим на следующее предложение. Да, 왜냐하면, потому что театрин очень удобное. Потому что на метро очень удобно. Ра. Соуль кугенгальтэнэн. При осмотре Сеула. Чуроу чья чорэльтамнида. Он в основном ездит на метро. Нам даны 4 варианта ответов, как мы можем расставить предложения. Для того, чтобы поставить предложение в текст, нам нужно определить первое предложение. И первое предложение всегда или очень часто заключает в себе либо смысл текста, либо как бы представляет текст. И из четырех предложений у нас как раз есть такое предложение. Это было на. Чарли это иностранец, живущий в Сеуле. Теперь нужно нам выбрать предложение, которое как бы продолжает. То есть это иностранец, который живет в Сеуле. Но что дальше? Нужно продолжить как бы смысл текста. У нас есть такое предложение. На каждые выходные он ездит или ходит везде по Сеулу. Это было предложение К. Чумаль мада, соуль йоги чогирэльтамнида. И следующее у нас остается два предложения. У нас остается предложение Ра. При осмотре Сеула он в основном ездит на метро. Это будет наше третье предложение. И почему он ездит на метро? Четвертое предложение Та. Потому что на метро очень удобно. Итак, порядок должен быть на, ка, ра, да. Чонгдаб. И это как раз есть ответ номер два. Давайте также посмотрим на лексику в этом тексте. Чеа чоль, метро. Ёги чоги. Ёги чоги. Ёги означает здесь, чоги там. Но когда мы говорим Ёги чоги, означает везде. Ёги чоги. Везде ездить или ходить. Ёги переводится как удобный. Давайте для начала переведем предложения на русский язык, чтобы правильно составить их в порядок текста. Ка. Кы намчанэн чигэм че намчачингу имнида. Этот мужчина сейчас это мой парень. На. Ёги чо нэн усані опсосоо. Так как у меня не было зонта, кынян конмур аппесосо ісосиміда. Я стояла перед зданием. Да. Кытэй оттон намча ка. Тагда ка кой-то мужчина чоэке васо подошёл ка мне усанэль чосиміда. И дал зонт. Получается, ко мне подошёл тогда какой-то мужчина и дал зонт. Ра. Он инаэль. Как-то раз. Хэса ирик ннако. Закончив работу. Тибэ ка нэнде. Я пошла домой. Или я шла домой. Каптаги пига васымнида. И вдруг пошёл дождь. Как-то раз, закончив работу, я шла домой. И вдруг пошёл дождь. Итак, нам нужно поставить предложение в правильный порядок. Чтобы это сделать, нужно сначала выбрать первое предложение. Как вы уже знаете, первое предложение должно в себе содержать либо весь смысл текста, либо быть каким-то представительным. И у нас как раз есть предложение, которое начинается с представления. Обычно у нас начинаются так часто сказки. Как-то раз. Или когда-то, или давным-давно, в старинные времена. И здесь как раз у нас есть предложение Ра. Он инаэ. Как-то раз. То есть, как бы начинается история. Как-то раз, закончив работу, я шла домой. И вдруг пошёл дождь. Это будет наше первое предложение. И что же случилось? Пошёл дождь. У нас есть второе предложение. На. Чо нын уса не обсасо? Так как у меня не было зонта. Кынян конмуря пэсоисосымнида. Я стояла перед зданием. И тогда, когда девушка стояла перед зданием, что же случилось? У нас есть такое предложение, которое продолжает этот текст. Ко мне подошёл какой-то мужчина и дал зонт. И следующее предложение будет заключением. Это га. Кы нам ця нын ци гэм ци нам цингу имнида. Сейчас этот мужчина, это мой парень. Итак, у нас получается с вами порядок такой. Ра, на, да, ка. Из предложенных вариантов, чонгдап. Это номер четыре. Давайте переведём текст на русский язык. Я с детства 춤추는 것을 좋아했습니다. Любила танцевать. Киёк. Ёжимду сейчас тоже. Меяль 혼자 горы 보면서, смотря в зеркало, я одна. Чум 연습을 합니다. Репетирует танец. НИН Мы устраиваем концерт. ЦИГЫТ Если услышать звук хлопанья в ладоши людей, КИБУНИ ЧУВАЗЯСЯУ поднимается настроение, То ЁЛЬСИМИ ЧУМЭЛ ЧУМНИТА РИЭЛЬ То я стараюсь лучше или я стараюсь больше танцевать. Если мы это всё сделаем в одно предложение, получается, мне очень нравится звук хлопанья в ладоши людей, и поэтому я ещё больше стараюсь или я ещё лучше стараюсь танцевать. Давайте посмотрим на лексику. Итак, ЧУМ ЧУДА ЧУМ ТАНЮЦ ЧУДА ТАНЦЕВАТЬ Но ЧУМ ЧУДА на русский переводится одним словом – танцевать. ЙОНЦИПХАДА ЙОНЦИПХАДА можно перевести как практиковаться или репетировать. ЙОЛЬ СИМИ означает усердно или стараться. Итак, у нас есть задание, где даётся предложение, и его нужно вставить на правильное место в тексте. Давайте посмотрим на предложение. САРАМ ТЫ РЕН УРЕ ЧУМЫЛ ПОГО Как раз у нас в тексте говорилось, что девушки, когда выступают возле парка или возле метро, то людям нравится, они начинают хлопать в ладоши, и девушки стараются лучше танцевать. Это предложение как раз САРАМ ДЫ РЕ ПАКСУ СОРИ РЫЛ ТЫ РЫМЯн. Вот это предложение перед ним, если мы поставим наше предложение, которое даётся в задании, у нас получится законченный текст. И это как раз получается на место ДИГЫТ. ЧУНГДАП – правильный ответ номер три. ДИГЫТ. 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 чем не да. Сегодня на лекции аудирования мы с вами еще раз попрактиковались, как определить тему текста по ключевым словам, а также находить правильный ответ, который относится к тексту. Научились не только находить ключевые слова в этот раз, но и прошли немного грамматики, которая может вам помочь. Сегодня на лекции чтения мы практиковались, как правильно составить текст из данных предложений. Помните, главное определить первое предложение, которое знакомит нас с текстом, а уже далее смотреть порядок по смыслу. Первое предложение часто заключает в себе весь смысл текста, поэтому оно так важно. Спасибо и всего хорошего!